Друзья, всем привет! Я продолжаю снимать серию фильмов о мощных палках, и это 16 серия на данную тему. В сегодняшнем видео я хочу вам показать спиннинг, который предоставил мне мой друг и подписчик Сергей. Спиннинг от компании PEN. Это бесколечный вариант серии Inline. Спиннинг длиной 2.10 с тестом 30-50 лб. Данный спиннинг, по сути, не имеет ни одного кольца, только единственное одно вспомогательное входное колечко. Есть вспомогательное входное колечко, непосредственно вход во внутрь бланка и выход из выходного тюльпана. Чем же хороши данные спиннинги? Спиннинги Inline хороши тем, что они имеют сверхчуйку. То есть передача в руку еще более информативно идет. То есть информации в разы больше. То есть с данным спиннингом проще намного контролировать ход событий, проще контролировать приманку. PEN вообще фирма очень хорошая. К сожалению, у нас в России она не сильно представлена. Мало где можно найти, но при желании купить можно. Итак, друзья мои, давайте посмотрим. Ручка у данного спиннинга довольно-таки нормальная. Она не сильно длинная, не сильно выпирает, но прям под локоток. Этого вполне достаточно. Мощный катушкодержатель. Реально сделан очень-очень грамотно. Вообще PEN-овская продукция, она изначально довольно-таки хорошего качества. Что катушки, что спиннинги. Торцевой упор. Он мягкий. Он не пластиковый, а прорезиненный. И данный торцевой упор нужен для ловли рыбы с поясом. И если мы, грубо говоря, заглушку отсюда снимаем, как здесь ее нет, она снята. Ну, я, кстати, не знаю, была она здесь или нет. У меня, повторюсь, спиннинг новый. Он в оплетке еще. Даже вот здесь есть какие-то вот логотипики. Ярлочки. Я ничего снимать не буду, потому что спиннинг не мой. Но, если даже мы сняли, предположим, упор, то здесь остается не пластик, а резина. То есть, если мы даже ловим без пояса и упираем его к нам сюда, значит, в брюшную полость, назовем это так, в пузо, то нам не так больно при вылаживании, скажем, того же самого, там, сама, толстолоба, там, или кого-то еще. Если нам есть необходимость упирать и выкачивать рыбу силовым способом. Ручка из Эвы. Ручка Эва, точнее, довольно-таки качественная. Такая, ну, качественная Эва, она такая упругая. Не проминается сильно. Так вот, это Эва реально качественная. Но, повторюсь, это ПЭН. Одно слово, чего значит. ПЭН – это ПЭН. Давайте сейчас я попробую вам показать строю удилища и покажу какие-то нюансы, какое-то качество данного спиннинга поближе. Итак, друзья мои, строю удилища, ну, скажем, это моя тема. Что значит моя тема? Это под упористые приманки при ловле на сильном течении. Это Астраханская область. Ну, или что-то похожее, какой-то водоем похожий на реку Ахтуба. Это что-то типа, наверное, Magnus Boat, если мы будем вспоминать и ориентироваться по моим предыдущим обзорам. Типа Magnus Boat от компании Sportax. Допустим, 30-ти лбовый, наверное. Спиннинг не тяжелый. Спиннинг реально жесткий. Имеет офигенную, я бы сказал, офигенную чуйку. Просто достойнейшая чуйка. Спиннинг просто идеально подойдет под халкообразные приманки, под какие-то еще более крупные приманки, 150-е, 125-е, под какие-то кренки упористые. Вот этот спиннинг создан под эту тему. Точнее, он создан под морскую рыбалку. Но в наших условиях, под нашу тему, он прям отлично зайдет именно под крупные приманки. Особенно при ловле на течении рыбалка, допустим, троллингом ловля сама. Или, допустим, той же самой трофейной щуки. Или, особенно, наверное, больше под сама и под судака. Под трофейного. Под самую тему, по троллинговой, вообще идеально. Речь, друзья мои, идет, конечно, о троллинге в один спиннинг, когда мы ловим со спиннингом в руке. Это не надо путать троллинговую ловлю в стакане или какой-то морской троллинг. То есть, здесь идет речь именно об этом троллинге. При такой рыбалке я не использую никогда профессиональные троллинговые удилища. Они совсем другого уровня, совсем из других материалов сделаны, под другие задачи. То есть, там совсем другое направление. У меня в спиннинге, я вот выбираю вот такого плана спиннинги. Это, скажем, какие-то подбитбейты, джерковые палки, или, допустим, пилкерные палки, привовли палтуса, трески, что-то морской джиггинг какой-то. Вот такая тема, она идеально подходит под мои задачи. Спиннинг действительно не тяжелый. Допустим, если я показывал ранее инлайн-палочку от компании СФТ, то там довольно-таки тяжелая палка. Эта палочка полегче будет. Палочка полегче будет, но единственная вершинка поинформативней, погибче, не то что поинформативней, а погибче, будет у той палочки, которую я показывал ранее, это от компании СФТ Инсайдер. Это прям реально такой колышек, хороший кол. Вот, ручка, повторюсь, нормальная по длине, ловить будет удобно. Рукоятка полностью из эвы, имеет вот здесь такой приличный запас хвата. Сейчас я вам покажу стеночки и покажу поближе вот это все остальное. Предварительно сразу я вам скажу, друзья мои, для этих палочек обязательно нужен тросик. Вот этот тросик, он просто необходим. Это для того, чтобы продевать вовнутрь плетенку. Если вы его потеряете, то продеть плетню будет у вас довольно-таки проблематичная история. Итак, друзья мои, как обычно, постараюсь показать стенки. Стенки довольно-таки ровные. С этой стороны, видите, необычная конструкция. Здесь имеется такая вставочка, чтобы не перетиралась плетня. Имеется вот, ну типа такого назовем внутреннего кольца, что ли. Вспомогательное кольцо. Внутренний заход. И как мы видим, спиннинг не имеет ни одного кольца. И только на конце мы имеем вот такой тюльпан. Ни одного кольца нет. Данные тюльпаны бывают разборные, бывают нет. Здесь, я так понимаю, не разборный тюльпан. Если есть разборные тюльпаны, то вроде бы как прочищать, вроде бы удобней. Но, с другой стороны, разборный тюльпан склонен к каким-то тоже своим недостаткам. То есть, он может открутиться, он может надоломиться. Ну, мне нравятся больше не разборные тюльпаны. И чтобы они были металлические, а не пластиковые. Ну, а что касаемо прочистки данных тюльпанов. Ну, это не заставит никакой трудности. Мы тем же самым тросиком просто пробиваем, здесь прочищаем. Может быть, конечно, это все будет не идеально. Но если покопошиться, поковыряться под струйкой воды, то все это прочищается. Коль я сказал про прочистку уже внутреннего бланка и непосредственно самого тюльпана, это, наверное, ну, я на этом остановлюсь. И, наверное, это и есть единственный недостаток данных спиннингов. То есть, ловить в сильно мукной воде, когда вода цветет, или, допустим, когда по воде плывет пух, данными спиннингами не очень комфортно. Потому что на плетенке налипает пух, и все это дело, к сожалению, может попадать вовнутрь нашего бланка. Потом прочищать, ну, немало удовольствия. Но это единственный недостаток, который может быть. Он, конечно, не маленький, но при ловле в нормальной, в чистой воде, скажем, весной, осенью или летом, когда уже, ну, скажем, не такая грязная вода, ловить этой палочкой будет очень приятно. Во-первых, серия InLime, чем она хороша? У нас нет колец, и многие знают такую проблему, что плетенка иногда, ну, когда мы начинаем что-то распускать, приступать к рыбной ловле, цепляется у нас за тюльпан плетенка, и это некоторые не видят, начинают опускать, потом проблемы какие-то, целые там, целые какие-то действия. Это может привести к поломке спиннинга. Здесь это исключено. Здесь никак плетенка не запутается, ей не за что цепляться. И вот этот вот нюанс, кто страдает, у меня сильно, когда я этим не страдаю, просто, ну, не знаю, каким-то вот образом, у меня нет такой проблемы, что часто цепляется, бывает, конечно, зацепится за верхнее кольцо, за верхний тюльпан, но я этим не страдаю. Ну, у многих это проблема, и многие любят тоже использовать именно серию InLime, спиннинги бесколечные по этой же причине. Данные спиннинги, как я и говорил ранее, имеют очень хорошую чуйку, очень хорошую чуйку, благодаря тому, что плетенка проходит внутри бланка, и дает дополнительный эффект передачи, контроля над приманкой, вот этот весь процесс передается через бланк, прям непосредственно нам в руку. Это вот этим они, в принципе, и славятся. Катушка-держатель, он полуметаллический, полупластиковый, я бы сказал, какой-то пластиковый, ну, не то, что металлический, ну, пластиковый металлический, ладно, так я простыми словами назову. Вот, сделан довольно-таки, смотрю, качественно, интересно, с определенным дизайном. Вот эта сама гаечка, она шершавенькая, негладенькая, и ей легко закручивать катушку. Вот эта, она широкая, и удобно закручивать катушку. Вот это вот у многих палочек есть как осяк, по-моему, в предыдущей серии я показывал, рассказывал, что не очень удобно закручивать, не очень удобно закручивать, до конца можно не подтянуть, значит, зажим, и катушка может, ну, скажем так, не до конца быть затянута, болтаться. Все это, конечно, грамотно, все это мы можем сделать, все это мы затянем, но если это легко и без всяких усилий, это всегда приятно. Так здесь вот, короче, это легко делать. Пластиковый зажим, он не проскальзывает в руке, не скользит, такой он шершавенький, и им легко затягивать. Ну, вот такой дизайн. Кому это будет интересно. Упор, он мягкий. Спиннинг изначально сделан под морскую тематику, и поэтому, по идее, должен выдерживать очень большие нагрузки. В целом, спиннинг мне понравился. Под определенные задачи, возможно, под ловлю сама в отвес, да, может быть, не только в отвес, под ловлю сама вам подойдет. Единственное, конечно, не под какие-то там маленькие самята, а именно под трофейного хорошего сама, данный спиннинг, наверное, подойдет. Ну, а так мы, в принципе, моей серии фильмов показываем, рассказываем, именно стараемся сделать акцент на те палочки, которые подходят для моего вида ловли, для троллинга в один спиннинг. И, повторюсь, данный спиннинг неплохо. Я бы сказал, отлично, должен подойти. Я сам его на воде не пробовал еще. Надеюсь, мне Сергей его даст, и я в апреле тоже им попробую половить, чтобы, допустим, на какие-то вопросы ответить. Данный спиннинг, по идее, должен зайти, должен идеально подойти для троллинга в один спиннинг, ну, скажем, назовем это, по крайней мере, в Астраханской области, на реке Ахтуба. Друзья мои, я даже не знаю больше, что еще сказать. Не буду растягивать, не буду делать видео длинное и какое-то замороченное. В принципе, палочку я вам показал. Данную палочку я могу рекомендовать для моего вида троллинга. Спиннинг, как я понял, не сильно дорогой. Стоит он в пределах, на сегодняшний момент, по-моему, в пределах 8 тысяч рублей. Могу ошибаться. Повторюсь, палочка не моя, но по информации предварительной, в районе 8 тысяч рублей. Это вполне нормальная цена по сегодняшним нашим деньгам. Это, конечно, не крокодил, это, конечно, не конкорд, это не овача, ну, извините меня, это все-таки пэн. Все, ребятушки, на этом все. Я желаю вам всем, как обычно, рыбацкой и жизненной удачи. Ловите больше, отпускайте чаще. С вами был Дивер. Друзья мои, как пользоваться данным тросиком, я постараюсь сделать видео и тоже его залить на свой канал. Оно будет коротким, но я думаю, что будет таким каким-то разъяснением для многих. На самом деле, ничего сложного нету. Мы острым концом продеваем сюда, то есть на тросике с одной стороны просто острое кольцо, с другой стороны петелька. Острым кольцом мы продеваем сюда, дальше в бланк и туда выводим. С этой стороны за петельку мы цепляем плетенку, ну, скажем так, привязываем легенько и туда начинаем протягивать. Плетенка за тросик начинает уходить и уходит по бланку и выходит через концевой тюльпан. По сути, все легко и просто. Но отдельное видео, совсем коротенькое, я сделаю, постараюсь сделать, не забыть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok